Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, глава 11, стихи с 17 по 23 и стихи с 27 по 31. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен, и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх же зла своего. Верую, Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верую, Моисей, по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую, перешли они червное море, как по суше, на что, покусившись египтяне, потонули. Верую, пали стены Иерюхонские по семидневным обхождении. Верую, Раав, блудница с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами обращаем вновь свой взор на отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Апостол Павел здесь уделяет большое внимание вере. Вообще вера для апостола Павла – это важный аспект в духовной жизни христианина. Действительно, новые отношения с Богом, новый завет, они предполагают именно новую конфигурацию отношений между человеком и Богом. В чем она заключается? В том, что человек осознает, что законом спастись невозможно. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что заповедь не обладает полномочиями спасать. Заповедь обладает полномочиями, во-первых, показать человеку его греховность, во-вторых, она обладает полномочиями указать путь спасения, путь, по которому человек должен двигаться. Но сама она не имеет полномочий спасти человека. Вот в чем весь парадокс. Поэтому исполнение заповедей – это только часть духовной жизни. Ее краеугольным камнем является вера. Вера в то, что Бог может нас спасти через, посредством благодати Божией, посредством усыновления человечества через Иисуса Христа всей полноте Святой Троицы, Богу Отцу, о чем апостол Павел очень красно-речиво говорил нам в отрывке, который читается на Рождество Христово. Что теперь в дух сыновства, поскольку мы сраслены с Иисусом Христом, дух усыновления говорит в нас. Мы теперь сыны и дочери, поверивая Христа Иисуса, сыны и дочери Божьи. Поэтому вот эта вот вера в то, что Бог нас так спасает по благодати, она важна. И именно вера является движущей силой церкви. О чем здесь речь? Дело в том, что мы видим, к чему приводит акцентуация исключительно на заповедях. Мы видим, какую духовную патологию это развило в еврейском обществе в период Второго Храма. Когда именно в скурпулезном исполнении мелочи, до мельчайших мелочей, при исполнении всего закона Моисеева, включая обрядовые заповеди, полагалась вся суть духовной жизни. Не доверие Богу и Его Слову, а именно скурпулезное исполнение заповедей. На самом деле, это такая духовная подмена. Мы пытаемся Богу навязать свою волю. Мы пытаемся навязать Ему свои отношения. Действительно, я буду исполнять сейчас вот эти все заповеди, а Бог за это обязан меня спасти. И здесь происходит вот то, что мы называем фарисейство такое. Вот эта сосредоточенность на внешнем. Поэтому еврейское общество и не увидело, и не познало Христа в своем большинстве, потому что они были перекошены именно вот в эту сторону, исполнение заповеди. Христос же говорит о том, что заповедь новую даю вам. Он обновляет эти заповеди. Мы видим, что Ветхий Завет, он не отменяется, но он возносится, обновляется на новую высоту. Что мы видим в Нагорной проповеди. Сказано древними, не убей, а я говорю вам. Знаменитые антитезы Нагорной проповеди. Сказано древними, не при любодействии, а я говорю вам, кто с вожделением посмотрит на другую жену, на чужую жену, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это новая высота, новый уровень восприятия заповеди. То есть закон Моисеев не отрицается, не уничтожается, а преображается и возносится на новый уровень, скажем так, взаимоотношений. Поэтому через веру мы к этому приходим. Через веру мы приходим ко спасению. Мы спасаемся не тем, что мы скрупулезно исполняем заповеди, а тем, что мы уверовали во Христа Иисуса и доверяем Его Слову. Если мы верим Иисусу Христу, то тогда мы должны следовать тому, что Он говорит. А Он говорит нам. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Да, важнейшая, главнейшая заповедь Нового Завета. Заповедь о любви, которая была дана и в Ветхом Завете, но во всей полноте Бог раскрывает ее суть именно в Новом Завете. И даже не в своих словах, и не в тех заповедях, которые Он дает Новому Израилю, то есть нам с вами, Церкви Божьей. А в своем деле, ибо Бог так возлюбил мир, что мир, что отдал Сына Своего Единородного за грехи всего мира. О чем говорили пророки, и что, к сожалению, не услышали, потому что слышать нужно не сухим сердцем, а сердцем верующим. Не сердцем, которое требует от Бога спасения за то, что я исполнил заповеди, а сердцем, которое через любовь понимает, что Бог хочет от нас чего-то. И Бог спасает нас по своей любви, но мы должны сами захотеть этого спасения. А захотев спасения, мы сами становимся на путь исполнения заповедей. Вот в чем вся коллизия новозаветная. И вот в сегодняшнем отрывке апостол четко говорит о вере. Заметьте, не делами все те, кто были перечислены сегодня, а это Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, пророк, они не делами, то есть не исполнением заповедей. Во-первых, Авраам, Исаак, Иаков, у них не было заповедей. Те, которые были рождены законом Моисея, что мы знаем в законе Моисеевым, просто их не было. Они не могли, исполняя заповеди, заслужить праведность. Они именно поверили Богу, доверились. И именно это выстрелило их в ту линию, в ту колею, которая согласуется с законом Моисеевым. Они верою двигались. И апостол Павел здесь акцентирует свое внимание, наше внимание с вами, на вере. Что веру Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака. Это делается не потому, что я, скажем так, пытаюсь выслужиться у Бога, и пытаюсь у Бога, как, знаете, такой договор равных партнеров. Я исполняю свою часть договора, вот я должен сделать то-то, 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 и партнер мой сделает в ответ, мне вот заплатит там или еще что-то. То есть не такие отношения были, потому что если мы говорим, что дела, закон она спасает, то вот это вот действительно. Я сделаю вот это, а Бог мне даст вот это за это. То есть я сделаю все заповеди, исполню, а Бог за это меня спасет. Но сам апостол Павел в этом же послании говорит, что если бы таков был принцип нашего спасения, если бы заповедь была совершенной и могла спасти человека, то тогда зачем приходил Христос? Он говорит, что заповедь не была совершенной, закон не был совершенен, поэтому приходит Христос и заключает с человеком новый завет, новый договор, заключает новый союз, который призван и спасти человека, более совершенный. Причем, заметьте, не отрицается прежнее, прежнее преображается. Поэтому апостол говорит о вере, о вере Авраама, то есть праотцев, патриархов и пророка Моисея. То есть они именно верой, доверием Богу. И Бог посылает своего Сына Единородного, чтобы мы через веру в Него, ибо мы, когда крестимся, мы веруем в Иисуса Христа, через акт веры мы приходим ко Христу. Поэтому мы спасаемся именно верой в смерть и воскресение Иисуса Христа, и, поверив в это, усыновляясь по благодати Божией Богу Отцу, мы творим заповеди Христовые. Потому что если ты любишь, ты следуешь слову того, кого ты любишь. Мы возлюбили Бога, мы поверили в Него, в Его смерть и воскресение, и мы веруем, что Он благодатью Своей может нас спастись. Но для этого нужно покаяние. А чтобы покаяние в себе стяжать, нужно увидеть свою греховность. А тут нам как раз-таки поможет заповедь. Исполняя заповеди, мы увидим свою немощь, мы увидим свое недостоинство. И тогда с покаянными слезами припойдем к Небесному Отцу и будем молить Его о спасении, чтобы Он оставил на наши грехи, как и мы оставляем нашим должникам долги. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова